КААЛИКА ПУРАНА ГЛАВА ВТОРАЯ ИСКУШЕНИЕ БРАХМЫ Перевод Андрея Игнатьева Тогда все мудрецы, возглавляемые Маричи и Атри, зная о его желании, дали ему подобающее имя Узнав о произошедшем и переглядываясь друг с другом Дакша и другие творцы даровали ему обитель и супругу После этого, придумав ему имена, дважды рожденные во главе с Маричи, чествовали этого мужа, о лучший из брахманов Мудрецы сказали От того, что ты появился на свет, взволновав наш разум, а также разум Творца, ты будешь известен в мире под именем Манматха Из-за того, что ты внушаешь любовь, ты будешь зваться Мадана, а благодаря тому, что освободил Шампху от гордыни Дарпака, а также ты будешь известным под именем Кандарпа Мощь, оружие, Вишну, Рудры и Брахмы не сравнятся с мощью твоих стрел Небеса, мир, смертных, преисподняя и мир Брахмы вечный, суть твоей обители, ибо ты вездесущ И что же еще сказать, равных нет тебе Где бы ни были живые существа, травы и деревья, там будет твое место пребывания, и так вплоть до обители Брахмы Жену, красавицу, даст тебе Дакша, изначальный владыка созданий, как ты желаешь, улучши из мужей Эта прекрасная обликом дева, рожденная из разума Брахмы, будет прославлена во всех мирах под именем Сандхья Поскольку красавица появилась на свет, когда Брахма был погружен в созерцание, в этом мире она получит известность как Сандхья Маркандея сказал После этих слов все мудрецы стояли молча, о лучшие из дважды рожденных Взирая на лик Брахмы, они склонились перед ним из почтения Затем Кама, взяв в руки лук, сделанный из цветов и напоминающий брови женщины, который называется Унмадана, а также пять стрел цветов, о лучшие из дважды рожденных, Харшану, Рочану, Мохану, Шошану и Марану, способные приводить в смущение даже чувства мудрецов, в сокрытом облике находясь, там стал размышлять над указанием Брахмы То, что Брахма вменил мне в постоянную обязанность, то я проделаю над Создателем в присутствии мудрецов Здесь находятся мудрецы, а также сам прародитель и Сандхья, и то, что прежде сказал Брахма Я, Вишну и Шива, уязвимы для твоего оружия, так что же говорить о других живых существах? Их суть я и осуществлю Маркандея сказал Так, поразмыслив и приняв соответствующее решение, Манабхава наложил стрелы на гирлянду цветочного лука Заняв позицию Алидха и натянув силой лук Кама, лучший из лучников обратил его в некое подобие круга Когда же лук был им натянут, ветерки, пропитанные ароматами, задули там, о лучший из мудрецов, дарующий радость Затем Творца и всех прочих присутствующих, включая мыслью порожденных, одного за другим цветочными стрелами поразил Мохана После этого все те мудрецы потеряли голову, и Четырехликий был смущен, умы же их были взволнованы с самого начала Все они при виде сандхи были взволнованы все больше и больше, и страсть возрастала в них, ибо женщина возбуждает страсть Мадана, поражая их снова и снова, делал так, чтобы их чувства распалялись Когда Творец со взволнованными чувствами бросал взоры на нее, тогда 45 чувств появилось из его тела Безразличие, а также жесты и 46 искусств возникли из тела сандхи, пораженного стрелами Кандарпы Она же, доступная их взором, стала подавать знаки любви Порожденные попаданием стрел Кандарпы, снова и снова включая кокетливые взгляды, сокрытие тела и прочее Сандхи, прекрасная сама по себе, те знаки любви, порожденные Маданой подающая, блистала, подобно золотой реке, перекрывающей волны Тогда, взирая на сандхи, подающую знаки любви и прародитель, с телом покрытым и спареной, стал терзаться желанием В это же время все мудрецы, возглавляемые Маричи и Атри, а также Дакша и прочие, о лучшие из дважды рожденных, испытали смущение чувств Видя мудрецов во главе с Дакшей и Маричи, находившихся в таком состоянии, а также Творца и Сандхью, Мадана уверовал в собственное дело То, что предначертал Брахма в качестве моей обязанности, то я совершить способен Так он поверил в свои силы Тогда Шамбху, путешествующий по воздушному пространству, увидев Творца, находящегося в подобном положении, вместе с Дакшей и мыслью порожденными, стал хохотать и высмеивать их Насмехаясь над всеми ними, произнося слова хулы, сказал следующее, о лучшие из дважды рожденных, пристыживая их, имеющий быка на знамени Владыка сказал О, Брахма, как ты мог попасть под власть страсти, увидев собственную дочь, не годится это для следующих ведом? Как мать, так и невестка, как невестка, так и дочь, это есть предписание пути вед, изошедший из твоих уст Так как же под влиянием одного лишь Камы ты мог забыть об этом, о, Творец? На стойкости, о, Брахма, покоится весь этот мир, о, Четырехликий Так как же низкий Кама мог повредить твоей стойкости, о, Творец? Отчего и как исключительные йоги, постоянно созерцающие божественное Дакша, Маричи и прочие порожденные мыслью, стали охотчими до женщин? И каким образом слабый Кама, приступивший к исполнению своих обязанностей, сделал вас мишенями для своих стрел, не знающий уместного времени малоумный? Порицание же тому, о, лучший из мудрецов, чей разум женщины, лишив стойкости, погружают в легкомыслие Маркандея сказал Выслушав слова Гириши, ладыка мира от стыда вспотел в два раза сильнее Затем, обуздав чувства, Четырехликий, ранее желавший даже схватить очаровательную Санхью, оставил ее Сонмы предков, Агнишваты и Бархишады родились из капель пота, который истек из тела его, о, лучший из дважды рожденных С телами темного цвета, с очами, подобными цветущим голубым лотосом, суровые аскеты, безупречные, отвергнувшие бренный мир, высшие Известно, что Агнишватов 64 тысячи, а Бархишадов 86 тысяч, о, дважды рожденные Из капель пота, которые упали на землю из тела Дакши, появилась на свет красавица, наделенная всеми добродетелями Стройная, с тонкой талией, с полоской волос на теле, благая, с нежными членами, дивная ликом, с телом, блистающим, как расплавленное золото За исключением Крату, Васиштхи, Пуласти и Ангираса, остальные шесть мудрецов во главе с Маричи обуздали свои чувства Из капель пота, которые пролились на землю из тел Крату и остальных трех, появились на свет другие сонмы предков, о, лучшие из дважды рожденных Самапы, Аджьяпы, а также другие, Сукалины и Хавирбхуджи, все они известно принимают Кавью Самапы – это сыновья Крату, Сукалины – Васиштхи, Аджьяпы – Пуласти, а Хавишманты – сыновья Ангираса После того, как Агнишваты и прочие оиндры среди жрецов, сонмы предков миров, принимающих Кавью, были рождены, Брахма стал известен как прародитель всех существ А Сандхия стала матерью предков, ибо она была причиной их рождения Затем, пристыженный словами Шанкары прародителя, разгневался на Кандарпу и нахмурил брови Прежде же его намерение, зная, Манматха свои стрелы вернул назад, испугавшись Пашупати и Творца Тогда, обуянный гневом, Брахма, прародитель миров, что совершил, то слушайте внимательно Так, в Кали-Капуране заканчивается вторая глава, называющаяся Искушение Брахмы Субтитры создавал DimaTorzok